Всем привет! С вами снова Александр. И сегодня я хочу вам рассказать о колясочке от компании Аппо Бэйби. Модель называется Круз. Это обновленная версия коляски Аппо Бэйби Круз. Предыдущая версия у меня на канале есть, она немножечко отличается. Поэтому сегодня я вам переснимаю ее обновленную версию, потому что небольшие отличия между ними есть. Поэтому тот обзор в принципе уже не актуален. Можно отталкиваться от этого обзора. И вы тем самым поймете, что эта коляска сейчас из себя представляет. Ну, по большому счету, визуально она не сильно изменилась. Тут материалы, расцветочки, естественно, это все поменялось. Но в целом концепция одна и та же. Она как была удачной, так и осталась. Так, что из себя представляет колясочка Аппо Бэйби Круз? Сегодня я вам ее покажу в варианте прогулочном. Но также ее можно приобрести и в комплектации 2 в 1. Просто приобретя ее с люлькой. Но в прогулочном варианте что она из себя представляет? Так, она у нас получается с 3 месяцев до 5 лет. Ребенка выдерживает аж до 22,5 килограмм. И весит она 9,8 килограмма. Это вообще американский бренд, напомню, кто не знает. Начнем изучать мы с вами ее сверху вниз. Давайте сразу о ручке вам скажу. Это такая, знаете, фишка этой компании. Это, наверное, одна из самых приятных ручек, которые я видел вообще в принципе в колясках. Это натуральная кожа. Здесь даже не морщинок, ничего. Она очень приятная. Как знаете, в автомобилях есть такая кожа. Это очень крутая кожа, очень дорогая. И мне кажется, это именно вот та самая кожа. В общем, держишь ее, чувствуешь, держишь офигенно дорогую, классную вещь. В общем, супер ручка. Естественно, регулируется по высоте и телескопическим образом. Вы не пинаете ногами. Так, что касается ручки, здесь все огонь. Давайте козырек посмотрим. Козырек здесь у нас вот с таким вот отверстием смотровым. Здесь можно вот так это все подвернуть и завязать, чтобы он сам не раскрывался. Отверстие у нас держится на магнитиках. Ну, это премиум сегмент, ясное дело, магнитики. Так, козырек большой, с дополнительной вот такой вот частью, которая убирается у нас внутрь. Надо вытащили, не надо, убрали. В общем, эта часть позволяет увеличить его очень сильно. Плюс это козырек с защитой от ультрафиолета по стандарту UF50, по-моему, называется. Сейчас посмотрю. Да, UF50+. Вот. А, кстати, про ткани. Ткани просто, вот они были раньше реально похожи. Сейчас ткань реально как очень-очень дорогая, качественная ткань. Ощущается тактильно очень сильно приятная. Что-то типа джинсы, но помягче. Джинсы немножечко грубее. Но не суть. В общем, ткань здесь просто обалденная. Так, давайте посмотрим у нас на положение лежа. У нас здесь, смотрите, это гамачная система. У нас не спинка просто заваливается назад, а как капсула, все опускается, сидение вниз. И получается, ножки у нас чуть-чуть изогнуты. Врачи заявляют, это полезно для хорошего кровообращения, кровопотока по телу, крови ребенка. Вот. Поэтому кому-то так нравится, кому-то нет, знаете, у каждой системы есть своя армия поклонников. Поэтому здесь так. Не нравится, берите другую. В общем, вот так. Здесь вот кнопочка сзади, нажимаем, поднимаем. Есть положение два крайних, одно среднее. Ну, средним никто не пользуется. Обычно или кладут, или полежать, или сидит. Кстати, эта же кожа дорогая, что на ручке, используется на бампере у ребенка. Это круто, реально держать классно. Бампер, кстати, откидывается, как калиточка. Вообще огонь. Посадить ребенка классно, удобно. Система безопасности помимо бампера, естественно, есть и пятиточные ремни с мягкими накладками. На паховой нет здесь накладки. Но, знаете, то, что на паховой зоне здесь нет накладки, по большому счету и без разницы, потому что сидение чуть завалено внутрь, и нагрузку от ремня в паховой зоне ребенок не чувствует. Это точно. Так, подножечко, естественно, регулируется. Это, естественно, понятно всем. Так, давайте теперь посмотрим на саму раму. Рама у нас здесь алюминиевая полностью. Коляска 9,8 кг весит. Она реально не тяжелая. Так, сборка отличная. Все подогнано очень круто и хорошо. Здесь к качеству сборки у Apple Baby в принципе никогда претензий не было. Огромный, реально огромный, огромедный, я даже сказал, багажник с дополнительными кармашками. Тут можно возить все что угодно. Плюс клиренс от земли высокий, бордюры заезжаем, ничего не цепляем, все хорошо. Ну или поребрики, кто как говорит. Так, колеса у нас здесь не надувные. Это резина. Амортизация сзади отсутствует. На предыдущей версии она как раз таки была. Сейчас амортизация есть только на переднем шасси. Колеса блокируются, естественно. Но я хочу подметить из опыта. Очень важно, чтобы амортизация была на передних колесах. Потому что основную часть тряски, колбасни этой, ощущается именно от передних колес. Вот, поэтому вполне себе для города этого достаточно. Так, давайте теперь посмотрим, как складывается рама. Сложить ее вместе с блоком особо, ну я не вижу смысла. Я вам покажу, как это можно сделать. Вот так вот она складывается. Подножечку вот так вот опускаем сюда вниз. И по большому счету достаточно компактная получается. Если мы снимем, то можно просто чуть глубже опустить, и она чуть-чуть уменьшится. Но по большому счету и так можно пользоваться. Так, поднимаем. Так, напомню, блок у нас реверсивный. И по ходу движения, и против хода можно установить. И ездить. И подножка в сидячем положении, она не упирается у нас в багажник. В некоторых колясоках такое бывает. Здесь такой проблемы, в принципе, нет. Поэтому, пока ребенок еще до полугода, и вы хотите уже в прогулке ездить, да ради бога, пожалуйста, ездите. Очень удобно. Ребенок смотрит на вас. Козыречек большой. Все, в принципе, отлично. Так, что еще я вам не рассказал. Так, по большому счету, в принципе, все, что хотел я вам рассказать. Я вам рассказал. Коляска, на мой взгляд, из премиум сегмента. Да, она нифига не дешевая. Она стоит чуть меньше 50 тысяч рублей на текущий момент. Не забывайте даты выпусков роликов смотреть, чтобы в ценах ориентироваться. Плюс ссылка на магазин «Первая коляска» внизу в описании будет. Там пройдите все характеристики в сантиметрах, миллиметрах, плюс актуальную цену. Все там увидите. Кстати, если закажете утром, в этот же день вам ее привезут. Даже можно заказать две коляски. И вам привезут две, и вы одну из них выберете. Бывает такой цвет, сомневаетесь. Они с двумя моделями сравниваете. А у этой коляски есть, в принципе, конкуренты. Поэтому пользуйтесь такой возможности в магазине «Первая коляска». Ну, а я подытожу. Мне коляска нравится. По большому счету претензий у меня к ней нет. Легкая, качественная. Очень классно рулится. Очень классная ручка. Вот эта кожа, она просто прям влюбляет в себя, на самом деле. Для меня лично важно, чтобы хват был прям... Классная. Вот. По большому счету в коляске все окей. Кому-то, может быть, захочется амортизацию получше, чтобы она сзади была. Ну, простите, что есть, то есть. Здесь только спереди. Вот. Собственно, в остальном коляска отличная. Премиум сегмент дешевле айфона, в конце концов, стоит. Многие жалуются на цену, а сам приходят с дорогими айфонами по 100 тысяч. И говорят, на коляске за 45 дорого. Телефон дорого за 100 тысяч, а коляска за 40 недорого, я считаю. Вот. Поэтому имейте в виду. Сравнивайте. Поэтому претензий нет. Классная вещь. Естественно, выбирать, как всегда, вам. Но я рекомендую вам обратить на нее внимание. Ну, собственно, все. Большое спасибо, что посмотрели. Если видео было полезно и интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И большое спасибо первой коляске за предоставленную колесочку на обзор. Всего доброго вам. До свидания.